Снизить плату за отопление для многоквартирных домов, даже для хрущевок, перелеснувших полувековой юбилей, это вполне реально. Вернее, это по силам жителям этих строений. 16-этажки, дому номер 55 по улице Промышленной всего 30 лет. Но для определенного износа здания это все же срок. И жители данного дома за счет средств, которые копили на капремонт на специальном счете, установили прибор погодного регулирования и заделали межпанельные швы. В итоге повысилась степень энергоэффективности дома. Собственники жилья получили экономию на потреблении тепловой энергии. И, следовательно, люди начинали меньше платить за данную услугу. Основной эффект, вы знаете, получается как раз в межсезонье. Понимаем мы это, да? То есть, когда сильные морозы, прибор, он работает по максималке, то есть, как обычно. А самый эффект получается именно в межсезонье. Весна очень, осень, когда у нас вот эти вот крики души, перетопы, открытые форточки, балконы. И не знаем, кому претензию предъявить, то ли ресурсникам, то ли управляющим организациям. А здесь все уже автоматизировано. Плюсом здесь стала и обработка труб отопления специальной тепло-шумоизоляционной мастикой, разработанной в Ульяновске. У нас как бы в оболочке находятся все эти трубы. То есть, визуально мы не можем определить, в каком состоянии эта труба. И начинаем, как говорится, аварийно латать, когда начинают протечки. Эта мастик, она позволяет определять визуально. Во-вторых, она еще предохраняет от коррозии, конденсата. Опыт показывает, что установка таких приборов регулирования окупается за год. Кроме того, более половины затрат на проведение капремонта могут вернуть из федерального бюджета обратно на спецсчет. Фонд модернизации ЖКХ заявку на установку данного оборудования на сегодня еще можно подать. А в планах жильцов дома номер 55 на промышленный, на сэкономленные деньги отремонтировать в следующем году электропроводку или крышу.